Друзья, с вами проект «Жизнь. Призвание» и наш сегодняшний гость, продюсер, музыкант Сергей Леднев поделится с вами секретами профессии, секретами призвания. Если у вас есть какие-то особенные вопросы относительно призвания, относительно будущего, как понять, кто ты есть, пишите нам, мы будем рады ответить на ваши вопросы, задать их нашим гостям. А сейчас у нас представитель творческой профессии, творческой и деловой, получается, правильно, Сергей? Ну, получается, да. Расскажите, пожалуйста, о том, как вообще развивалось ваше призвание, как вы поняли или поняли ли вы, кто вы есть и вообще, что для вас призвание? Сергей Леднев, музыкант, руководитель христианского продюсерского центра «Мюзик-сервис», гитарист известной христианской группы «Глаз вопиющего». Занимался музыкой с детства и всегда мечтал стать музыкантом. Пережил встречу с Христом в зрелом возрасте, после чего вся семья Сергея приняла покаяние и спасение. С 1997 года Сергей становится одним из музыкантов группы «Глаз вопиющего». Основной аудиторией группы стала молодежь и подростки Петербурга, для которых группа проводила антинаркотические евангелизационные концерты. В настоящее время Сергей активно служит и помогает молодым христианским исполнителям двигаться в своем призвании и прославлении Бога. Призвание своего я, к счастью, знаю. Это во многом облегчило мое понимание жизни и самореализацию, если можно так сказать. И призвание состоялось мое, когда я был будущим молодым человеком и ходил в церковь. И в самом начале моего пути христианским, когда я был на собрании церкви, Господь через проповедника сказал, что здесь в зале есть молодой человек, ты музыкант, и ты думаешь, угодно Богу твой талант или нет? Я говорю, да, угодно, Бог тебя призывает. И я был очень сильно удивлен, и с тех пор я, вернее, когда я услышал призвание, я подошел к ребятам, и меня взяли в церковную группу прославления, в которой я служил 23 года. За это время также была параллельно создана группа евангелизационная, с которой мы ездили по всей России. Мы участвовали в программе президента «Акция против наркотиков. Поезд в будущее». Это с 2006 по 2009 год. И даже не 2000, а с 2003 по 2009. Какие города вы проехали? Много городов было. То есть первое это был Норильск, Москва, был Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Воронеж был и несколько городов на Украине. И потом более уже такие мелкие города, то есть много в Ленинградской области. То есть мы периодически ездили, мы это делали. И было забавно участвовать. У нас были на акции представители высокого ранга Русской Православной Церкви. И даже получили грамоту, то есть наш вокалист получил грамоту от митрополита Кирилла, когда он был тогда Кириллом, сейчас он патриарх. Это все очень забавно. То есть и тот опыт, который накопился за всю эту деятельность, в будущем он вводился в более широкое применение. И где-то 4 года назад, это моя личная история, я верно служил в церкви, то есть прославляли Господа, делали евангелизации. Но где-то 4 года назад я ходил на молитве, я стал рассуждать, что с моим сердцем, все ли в порядке. И молитва пошла следующим образом, что Господь, проверь мое сердце, все ли с ним в порядке. То есть может быть там что-то не так, может быть мне там какая-то реанимация нужна. То есть исследуй мое сердце. И начали события в моей жизни происходить интересные. Значит, сначала было пророчество на конференции по прославлению, куда меня пригласили делиться словом. И одному брату в тот момент, когда я просто делился, там ничего особенного не было, но ему пришло конкретно, он говорит, я взял ручку и стал записывать. Он мне потом это дал, и я удивился. Потому что я обычно к пророчествам, я много всяких пророчеств слышал, и как правило это большинство, это фантазия, когда там вот мне Господь сказал то-то, то-то. А здесь был человек, который меня не знает, и он обозначил те вещи, которые касались меня лично. Вот я удивился, но тем не менее отложил это в долгий ящик. И один раз во время молитвы я ходил, я почувствовал в своем сердце призыв Духа Святого начать заниматься музыкантами и певцами-христианами, группами прославления. То есть теми людьми, которые нуждаются в помощи, чтобы стать для них опорой и поддержкой. И я сначала, мне не хотелось это делать, потому что я имел очень много работы с, так сказать, неквалифицированными музыкантами, и это труд, и труд, он как бы наносит иногда моральный ущерб. Тяжелый труд, когда ты утаешь просто... Это не так, что ты опа, давайте мы там сделаем. Но я не знаю, кто поймет, кто нет. В тот момент, когда я почувствовал призыв, это как будто на меня что-то положили такое легкое. Но ждали моего ответа, как будто Господь, ну что, ты будешь? Будешь? И я так уж стал думать, неужели моя жизнь будет... Как бы она уже сложилась определенным образом, служение, то-то, то-то, ну как бы она идет, она уставилась. Я подумал, Господи, да, я сделаю. И у меня-то как раз было, как такой опробный заезд, то есть некоторые песни, которые пойти записать в студии, то есть что мы сделали. И как потом оказалось, это настолько было удивительно, что я никакую рекламу не давал, то есть я ничего про себя никак не афишировал, и Бог стал приводить с разной части России разных музыкантов, верующих. Даже с разных городов? С разных, да. То, что удивительно, да, то есть кто-то приезжал лично, кто-то через интернет, то есть онлайн. А вы сделали все-таки объявление какое-то, да? Я сделал группу ВКонтакте, я назвал, что это христианский продюсерский центр Music Service, то есть музыкальная служба, и написал основное видение, задачи продюсерского центра, это содействие, помощь и развитие для христианской музыки и помощь в создании песен. То есть это не раскрутка, это не бизнес, это помощь людям, которые получили какие-то песни, написали, то есть сделать их песни профессионально звучащими, сделать аннажировки, помочь с музыкантами, и также съемка видеоклипов. То есть и вторая часть, это помочь раскрыться тем талантам, которые у ребят есть, потому что разные люди приходят, и в основном люди робкие, в основном люди, они начинают проверять, что мы не себя ли хотим прославить, может, мы себя хотим прославить. И когда общаешься с музыкантами, ты видишь, что Бог им дает, и основная задача это помочь им, то есть начиная вот просто от каких-то разговоров, консультаций, может быть, до практических применений, то есть это звукозапись, это аранжировки, чтобы получить хорошо профессионально звучащую песню. И песню не просто вот песню, там ля-ля-ля, там дождь за окном, мне все плохо, а люди, которые именно прославление, прославление это в первую очередь, вторая очередь это песни, которые носят пророческий характер. Пророчество это говорить в назидание, в увещание и в укрепление для церкви. И так как Библия нам говорит в Новом Завете через апостола Павла, что вразумляйте и наставляйте друг друга псалмами, словословиями и песнопениями духовными. И когда мы друг друга вразумляем и назидаем, и также Павел говорит, когда вы сходитесь вместе, если у кого из вас есть откровение, псалом, там еще там, пусть это будет для общего назидания. И я знаю, что песни, они очень хорошо работают. Когда мы стали заниматься профилактикой наркоманией, и были съемки в подвалах Ленинграда, тогда еще было, или не помню, там Петербург. То есть была проблема с наркотиками. Лежали в подвалах люди, они умирали. И Алексей туда с камеры спустился, чтобы снять там что-то. И там вот эти жуткие кадры, они уже давно облетели. То есть все телеканалы, то есть это гниющие ноги, это последнее интервью у наркоманов. И он, когда это все насмотрелся, он написал песню «Что будет с тобой, если завтра умрешь?». И песня была настолько примитивная. Душераздирающая и простая? Нет, она душераздирающая в смысле послания. Но с точки зрения музыки это была очень простая и примитивная песня. И я когда работал на дранжировках, я сидел дома, и я кое-как ее, ну как бы я ее сделал, но в конце я уперся в тупик, и я сижу, я не знаю, что там еще придумать можно. И вдруг внутри тот же самый голос, который меня призвал, он говорит, а помнишь, что вот в той там, в другую песню ты пытался вот использовать такие-то аккорды? Я такой, да, попробуй здесь. И я плакал, то есть я думаешь, надо же, ты делаешь такие вещи, казалось бы, и вдруг сам Бог, он это видит, и он сам Бог, вот, точно, ему есть дело. И это тебя просто, ты просто сердце тает, да, и ты делаешь песню. И так получился первый альбом, потом второй альбом, и некоторые песни тоже, я их знаю, я с ними работаю, то есть они мне там уже тысячу раз уже, то есть мы вживую, иногда бывает репетируешься, начинаешь петь, и вдруг как будто бы ты к своему сердцу обращаешься, и Бог, он тоже с тобой через эти песни работает. Я такое много раз переживал, начиная с голосопиющего, теперь сейчас уже много других христианских исполнителей. Та же история, та же история, когда люди пишут песни, и есть потрясающие ребята с потрясающим материалом, и ребята абсолютно разные, то есть разного профессионального уровня, но когда Бог приводит к тебе людей, и ты видишь, как будто Бог тебе дает на время какую-то драгоценность, какой-то дар, чтобы ты мог с этим поработать, и это очень драгоценно. И эти песни, которые прославляют имя Господа, они, во-первых, это жертва, чтобы мы прославляли его имя, потом это общение, через песни можем общаться, потому что не секрет, мы когда посещаем церковь, мы можем слушать полтора часа проповедь, и потом, когда мы выходим за стены церкви, проходит полчаса, я спрашиваю, а чем сегодня проповедь была? И человек такой, оп, было круто, я говорю, а что круто? Ну, то есть, о чем проповедь? Но, то есть, в 90% люди не вспоминают, вот. А песня, если она хорошо сделана, и она действительно пришла от Бога, и человек от чистого сердца это все сделал, если это оформлено в хорошую музыку, которая также была, туда вложена была душа, сердце, а иногда даже эта музыка приходит от духа, то такая песня, она может сопровождать человека, ну, может быть, даже всю жизнь, если песня хорошая. Какой-то припев, то есть, он может, у нас даже случай такой был, у нас есть песня, где такой припев монотонный, и сто раз повторяется, Бог создал всех нас, чтобы вечно жить, Бог создал всех нас, чтобы любить. И у нас был смешной случай, мы были на акции против наркотиков, и у нас звукорежиссером был звукорежиссер, который работает с Андреем Макаревичем, Сергей Куслопов. Если он нас смотрит, Сергей, привет тебе большой, и спасибо за то, что ты с нами был. И первую акцию, когда он видел это все, он слышал, и потом ему что-то не понравилось, и он такой, ну что вы, решили весь мир спасти? Вы думаете, вы самый умный? Такой разозлился, а сам ходит, провода сматывает. Бог создал всех нас, чтобы вечно жить. То есть, сразу это попало, сработало. То, куда надо, в общем-то, вопреки всем. Да, 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 то есть, это сюда входит. Бог создал, чтобы любить, чтобы вечно жить. И, то есть, песня, она может приносить плод, может оказывать пользу и помогать людям, как бы, удержаться. Иногда бывает, вот, многие люди, вот, раньше были популярны радио Теос, потому что средние волны как-то еще работали. То есть, люди в машине за рулем очень много слушали радио. Сейчас это, там, много помех и все такое, но я по себе знаю, потому что раньше работал за рулем какое-то время, и когда ты едешь и ставишь какую-то музыку христианскую, ты когда слышишь эти песни, они тебе помогают. Бывают разные моменты в жизни трудные, бывает, ты с кем-то какие-то трудности проходишь и вдруг слышишь песню, где человек поет, как выйти из этих трудностей. То есть, это очень большая тема для разговора, она очень интересна и очень полезна. А скажите, пожалуйста, вот за эти четыре года вы сказали, что вы открыли и свое сердце, и свою жизнь, свои способности для того, чтобы другие музыканты приезжали с разных городов, получается, даже, возможно, из разных стран тоже к вам ребята будут приезжать и уже приезжают, возможно. Сколько примерно музыкантов получили новой аранжировки, новые песни, новые клипы? Можете как-то оценить? Честно говоря, численно трудно, но у меня есть листочки, когда я начинаю работу над аранжировкой, я пишу текст, песня, и пишу аккорды, то есть я меняю тональности и работаю, и у меня со временем эти листочки копятся, 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 и я это не подсчитывал, но когда мне стало их некуда складывать, я думаю, надо выкинуть, я вдруг беру и там вот такая вот… Том. Да, и я сначала выкинул, а потом думаю, не, я больше выкидывать не буду, пусть будут, и на самом деле там… Вот я не считал, но это много, и сейчас… Это несколько десятков, это примерно, не знаю, сколько, 20-40, может больше, 60… Я думаю, что это и не 10, и не 20, то есть есть интересные, есть группа приходит, то есть есть отдельные исполнители приходят, есть группа прославления, которая тоже приходит, и мы прославляем, и вот сейчас тоже интересная какая ситуация, сестра, моя очень давняя, друг, соратник Наталья Шукунова, мы вместе ослужили на одной сцене больше 17 лет вместе с ней, и Господь стал давать ей песни, то есть она пришла, и она вот за год она два альбома сделала, то есть первый альбом там 12-13 песен, и второй альбом 13 песен, то есть это сделано только с ней, это вот практически за год, то есть мы начали прошлой весной, и сейчас вот еще, вот еще как бы весна вот скоро начнется, вот, есть просто ребята, которые приходят одну-две песни делают, есть ребята, которые приехали, записали диск, есть вот Сергей Павел Минаев, то есть они из Чувашия, и у них очень такой интересный стиль, такой руссконародный, и у них, они когда начали это делать, они рассказывали, что у них там даже один дедушка исцелился, то есть они, и в чем юмор, то, что песни, они действительно сейчас модно, американское прославление, модно через Калча, там, Планет Шейкерс, Бетель, то есть это, это очень популярно модно, и русские ребята, то есть они пытаются подражать, подражать, как там в Америке, вот, я очень хорошо отношусь ко всем, но я считаю, что у нас есть, не то, что корни, но есть особенность территориальная, культура, да, культура, то есть у нас в генах что-то есть, то, что откликается только вот, и вот, когда эти, Ирина и Павел, они заиграли, то есть они вот эти песни, там реально русские, народные, но они в современном, танцевальном таком, и дедушка, он там 10 лет спал там в церкви, значит, и у него какие-то проблемы со здоровьем были, а тут он, мы говорим, смотрим, он танцует, а жил, он не только жил, у него там что-то перестало болеть, он реально человек получил исцеление, то есть вот таких вот ребят Господь приводит, потом, сейчас очень замечательная группа записывается, они уже второй год, правда, то есть девочки, им нетрудно, то есть, но они делают все, что они могут в их силах, это группа Виктория, это Надя Стороженко, она сейчас поменяла фамилию, вышла замуж, и Тамара Ремизова, у них потрясающая песня, евангелизационная, и песни, которые наполнены переживаниями личной жизни, там вот одна песня есть, что Надя, она написала, у нее подруга умерла, молодая, и она спрашивает Бога, почему ты ее забрал, а Бог ей отвечает, почему он ее забрал, то есть, и такая песня серьезная, это очень, да, и ты когда слушаешь, и это не просто эта песня, а у тебя там внутри все переворачивается, то есть, и ты начинаешь размышлять, что жизнь, она короткая, и когда что-то может пойти не так, то есть, может Бог забирает человека, чтобы человек не потерял спасение, но чтобы его душа, чтобы его дух был спасен, и разные ситуации, и вот девочки пишут, точка опоры группа, ребята молодцы, они ездят по репцентрам, тоже была у нас год или полтора назад, большая сессия звукозаписи, мы арендовали лучшую студию в Питере, это Добролет, записали живой полностью, и сейчас ребята делают новые песни, песни, они рассчитаны для, больше для светских людей, чтобы можно было бы вот с этими песнями, с концертами выступать, либо для наркозависимых, которые находятся на реабилитации, которые еще, они, ну как бы только, не укрепились, да, и чтобы их на каком-то раннем этапе поддержать, и чтобы можно было как бы, то есть, не глубоко, так сказать, духовный материал, то есть, но это песни, которые, тем не менее, об Иисусе Христе, они свидетельствуют, есть единичные случаи, там, кто-то хочет пробовать, соберет там одну песню, потом есть у нас школа вокала в Петербурге, очень хорошая, это Екатерина Липовская, то есть, много девочек из разных церквей, то есть, они учатся петь, они развивают свой вокал, Екатерина, она тоже, и у них были проекты, называется, о главном, о главном было, там уже три десятка песен, это каверы, акустические версии, на самые хиты, мирового масштаба, то есть, это знаменитые песни, то есть, много, много идей, много проектов, много исполнителей, интересно очень, действительно, я честно, я удивляюсь, я думаю, ну, надо же, затронули такую, казалось бы, сферу, и вдруг, взрыв, просто взрыв, и еще, знаете, что радует, то, что много людей, они, знаете, вот мы о призвании говорим, и люди, они пытаются двигаться в призвании, и часто бывает, может быть, телезрителям будет, кому-то это поможет, что, когда человек, он, бывает, мы как бы, гадательно куда-то движемся, есть какой-то толкающий фактор внутри, и человек, он может, не может сформулировать, что это, и он начинает, как бы, верой делать шаг, и когда ты в таком состоянии находишься, очень часто приходят мысли, а правильно ли я иду, а правильно ли то, может быть, это не от Бога, там, и все такое, и нужно делать, как раз, шаг веры, то есть, чтобы двигаться, и ты тогда увидишь, от Бога это или нет, то есть, нужно не бояться, нужно вставать, и идти что-то делать. Знаете, я вот к концу нашей программы хотела вам сказать, я на самом деле очень тоже рада этому разговору, я пересматривала недавно пророчество, которое было высказано в адрес России, в адрес христиан России, оно было сказано в конце 17-го года, для меня оно актуализировалось, вот именно я стала действовать в этом году, и там говорилось о том, от двух разных пророков, которые не пересекались, они не знали, что они говорят нам с разницей в несколько часов одно и то же послание, о том, что в России будет пробуждение со стороны, в первую очередь, творческих людей, что Бог будет касаться, говорить, и люди начнут и изменяться, и дальше передавать вот эту весть о любви, о спасении, о восстановлении именно творческих профессий, это будет актерская среда, это будут художники, это будут музыканты, это будут актеры, балеты, артисты и так далее, то есть вот творческие профессии, творческая среда, это самая такая вот почва и тот фокус, который самый отзывчивый, самый горячий, самый, возможно, даже влиятельный, действительно, не зря, часть нашего разговора была посвящена вашему впечатлению о том, насколько глубоко, насколько сильно работает в человеке послание, музыкальное послание, оформленное вот с текстом, с содержанием, вот в этот ритмический корпус, взаимодействуя с нашей душой, насколько это сильно срабатывает и в критические моменты, и может сопровождать нас по жизни, и о том, что когда вы двинулись в этом призвании, вы почувствовали просто сильное развитие, рост и действительно сверхъестественную поддержку того, что люди узнают, люди откликаются и движутся из разных концов и нашей огромной страны с 11-часовыми поясами, и я уверена, что будут и действительно из других стран также приезжать, и будут открываться еще продюсерские центры, дай бог, так что я вижу в этом большое-большое просто свидетельство, большой знак того, что мы в начале очередной волны, и волны, которые принесет много добра людям, я не могу обойтись стороной такой момент, насколько дорого работать с вашим центром, как музыкантам, которые действительно еще, может быть, находятся в процессе становления, взаимодействуют с вами, как вы смотрите на эту работу, потому что это часть это и служение, и это работа. Да, то есть это очень такой важный и правильный вопрос, и, к сожалению, в нашей стране, особенно в христианстве, то есть есть представление, да, то есть неправильное представление, есть проблемы, и это связано с финансами, о финансах можно говорить много, то есть наша страна, она, к сожалению, уступает другим странам по техническому оснащению, по оборудованию, по студиям звукозаписи, то есть вообще во всем. Когда посмотришь, как там, допустим, те же самые студенты, то есть они с детства, они буквально со школ, они уже имеют опыт работать с профессиональными программами, там ежегодно проходят несколько раз выставки, которые посвящены техническому оснащению, и туда ездят все, кто имеет какое-то отношение, то есть они едут и покупают какие-то новинки, то есть и узнают о новых возможностях технических. У нас, к сожалению, квалификация низкая, то есть если говорить о церквях, это еще ниже, да, то есть, но тем не менее, значит, мне понравилось, я смотрел давно передачу, в Египте там что-то про рыбалку было, и был магазин, и висела рыба, значит, и там был такой вопрос, хочешь рыбы, значит, нужны деньги, нужны деньги, деньги дает Бог, и я как бы думаю, надо же как правильно, то есть, что в принципе, если ты делаешь дело, то, то есть Бог, он нам дает обеспечение, и когда в Библии написано, что, например, песня прославления, это духовная жертва, то есть мы, когда поем песни Богу, мы прославляем его имя, мы приносим духовную жертву вот этим самым, вот, а когда ребята приходят, это тоже жертва, не только духовная, но и финансовая, то есть, потому что они платят за работу, которую я делаю, то есть, но это недорого, то есть, я стараюсь это делать, чтобы людям это было доступно, и цены, а не на порядок ниже, вот, мне правда приходится очень много времени из-за этого проводить, ну, как бы, с этим, но я не жалуюсь, и для меня честь, на самом деле, чтобы я мог помогать этим людям, и мог делать все, что я могу, что в моих силах, чтобы эти песни, то, что Бог им дал, чтобы это можно было отдать большому количеству людей, через средства массовой информации, через любыми способами, то, чтобы это, и знаете, что меня очень сильно впечатлило, я, иногда мы живем и думаем, что почему Бог это сделал, видать, ему нужно это, понимаете, значит, есть нужда, есть потребность, есть какой-то ресурс у нас в России, и люди, которые пишут, да, то есть, они прославляют Бога, они говорят о Боге, об Иисусе Христе через песни, через музыку, через кто-то живое выступление, по-разному, то есть, если видеоклип еще получается сделать, это просто шикарно, и Богу есть до этого дело, и как показало уже плоды, как уже есть, это не промахнулись, то есть, это не было, слава Богу, ошибкой, и останавливаться мы не планируем. Большое спасибо, видите, есть такие мощные, большие сферы, которые очень востребованы, и я надеюсь, что пример Сергея, который открыто, и со всей ответственностью, со всеми силами, посвящает себя на служение, на работу, понимает высокий профессиональный уровень и требования, которые заложены к профессии, и к тому, чтобы людям было действительно приятно и приемлемо творчество разных музыкантов, быть сейчас таким открывателем, талантом, шлифовщиком бриллиантов, поэтому, дорогие, вы можете быть частью, большой частью благословения людей, которые вокруг вас, которых вы даже, может быть, не знаете, мы приглашаем вас принимать вызов, становиться профессионалом, узнавать свое призвание и действовать в этом эффективно. Эта программа, я надеюсь, послужит тому, что вы переживете свое собственное призвание, вы определитесь тем, что вы нужны, пусть пример Сергея, его служение, его открытость, посвящение, профессионализм вдохновят вас достигать высот в той сфере, где вы работаете, где вы служите, и знайте, что Бог всегда с вами, Ему есть до вас дело, и вы достигнете многих.